Здравствуйте, друзья! Было бы здорово, если бы у нас был способ превратить 100 долларов в тысячу, или даже 100 тысяч долларов в миллион. Ну, на фондовом рынке и с помощью традиционного фонда с использованием сложного процента мы можем достичь миллиона примерно за 40 лет. Что ж, именно поэтому криптовалюта привлекает миллионы людей со всего мира, ведь здесь мы можем получить 40-летний доход на фондовом рынке за пару лет. Очевидно, что с более высокой доходностью приходит и более высокий риск, поэтому управление рисками всегда должно быть на первом месте. И именно поэтому в этом видео мы рассмотрим, как найти взрывные альткоины на 5, 20 и 100 иксов, а также о том, чего не стоит делать, чтобы не потерять все свои деньги очень-очень быстро. И в завершение мы рассмотрим альткоины, которые я сам выбрал не для краткосрочных спекуляций, а для вполне себе долгосрочного холда для следующего большого бычьего рынка в 2024 и 2025 годах. Это довольно объемное видео, так как мы говорим на серьезные темы. Речь идет о заработке жизнеизменяющих сумм на протяжении следующих 24 месяцев и о том, как при этом не потерять все свои деньги. Поэтому мы начнем, как только ты поймешь, что это не финансовый совет. Всю ответственность за свои действия каждый берет сам. Также не забудь поставить лайк для поддержки канала, это очень помогает. Большое спасибо. Итак, один из самых важных факторов, который является отличным способом предварительной оценки монет и токенов, чтобы понять, есть ли у них то, что нужно для 10-20 кратного роста в следующем большом цикле, это не текущая цена, а рыночная капитализация. Она гораздо лучше отражает, насколько уже большой тот или иной цифровой актив и сколько денег потребуется, чтобы хотя бы удвоить цену. Если рыночная капитализация монеты составляет 25 миллиардов долларов, то для удвоения ее цены понадобится как минимум столько же. Это означает, что для того, чтобы биткоин стоил в два раза дороже, то есть 76 тысяч долларов, его рыночная капитализация должна прирасти еще на 750 миллиардов долларов. То есть нам нужна огромная сумма денег только для того, чтобы хотя бы удвоиться, получить X2. Но если полистать ниже и посмотреть на что-то из топ-50, например на Elgorand, его рыночная капитализация всего лишь 1 миллиард долларов. Чтобы удвоить цену, нужно около миллиарда долларов, но для роста в 10 раз необходимо около 9 миллиардов долларов. В общем, чем больше рыночная капитализация, тем сложнее получить X. Вот почему каждый новый бычий рынок для биткоина приносит все меньше процентов. Итак, биткоин и эфириум, несомненно, должны быть в портфеле, так как они наименее рискованные среди всех остальных. Биткоин является самой безопасной инвестицией среди криптовалют, хотя при этом тоже не лишен риска. Но для его кратного роста нужны уже сотни миллиардов долларов. Возможно, когда-нибудь биткоин и будет стоить миллион долларов, но в ближайшие два года сделать даже 10X для него будет сложно. И если мы ищем то, что может дать 20X и больше в новом Булране, нам нужно листать ниже, принимать больше риска и искать проекты поменьше. Именно поэтому такие монеты, как Солана, сейчас становятся популярными, потому что при рыночной стоимости в 25 миллиардов долларов, чтобы достичь того же уровня, на котором сегодня находится эфириум, ей нужно вырасти в 10 раз. И если спуститься еще ниже, например, к Аваланчу, рыночная капитализация которого составляет 8 миллиардов долларов, ему достаточно вырасти в 3 раза, чтобы стать таким же большим, как Солана. Иными словами, Солане проще вырасти до размеров эфириума, а Аваланчу проще вырасти до размеров Соланы, и 3X дать проще, чем 10. Особенно интересно выбирать монеты в когорте около 1 миллиарда долларов. Например, оптимизм. Это решение второго уровня для эфириума. Его капитализация 1,5 миллиарда долларов, и если он сможет вырасти в 10 раз, это поднимет его на уровень трона или тонкоина с капитализацией в 10-15 миллиардов долларов. Не выглядит чем-то недостижимым на Булране. Давай поговорим о том, чего делать не стоит. Многие люди делают так. Они смотрят и выясняют, какие криптовалюты сейчас набирают обороты и активно растут. Например, Терра Классик за неделю выросла на 300%. Йота выросла на 31%. Сей тоже дал неплохие проценты. Люди смотрят на то, что сейчас в тренде и залетают на всю котлету. Но проблема в том, что если ты просто гонишься за тем, что сегодня растет на сотни процентов, то завтра или через неделю эти же проекты могут обвалиться больше всех. И самый лучший способ потерять свои деньги гарантированно – это гнаться за тем, что сегодня в тренде. Мы должны покупать тогда, когда все это ненавидят. Вот, например, Сей. Мы купили вот здесь, а продали вот здесь. Так что же лучше всего делать? Найти протоколы, монеты, токены, которые имеют сильные фундаментальные показатели. Вот, что мы должны выбирать на долгосрочную перспективу. И вот, как это сделать. Есть 4 сайта, которые я просматриваю, чтобы понять, какие монеты и токены имеют лучшие фундаментальные показатели. Это лучший шанс найти победителей и свести свой риск к минимуму. Кстати, мы уже немного касались этой темы в этом видео. Большое спасибо за поддержку. 5000 лайков – это невероятно. Ссылку на него оставлю в описании, если не смотрел – посмотри. Сначала посмотрим сектор DeFi. DeFi – это децентрализованные финансы. И есть отличный сайт под названием DeFi Lama. И если мы перейдем на вкладку Chains, то мы сможем увидеть протоколы, которые сейчас оказывают большое влияние на децентрализованные финансы. Этот список отсортирован по общей заблокированной стоимости. Простыми словами, насколько много денег в DeFi экосистеме того или иного блокчейна. В топ-5 у нас находятся Ethereum, Tron, Binance Smart Chain, Arbitrum и Polygon. Эфириум – самый крупный по TVL, заблокированной стоимости 26 миллиардов долларов. Это практически в 4 раза больше, чем у Tron, который находится на втором месте. Но что самое интересное, множество из этих криптовалют, по крайней мере из топ-10, построены на эфириуме. Из 10 проектов как минимум 5 основаны на эфире. Так что эфир безоговорочно доминирует в секторе DeFi. Но кроме этого у нас есть Avalanche, Solana, Kronos, Base, Bitcoin и Cardano. Далее мы рассматриваем разработчиков. Разработчики – это то, что я называю умными деньгами. Когда мы говорим про криптовалюты и цифровые активы, честно спроси себя, а понимаешь ли ты их? Как работает этот криптовалютный проект? Все технические аспекты внутри него и снаружи. Большинство из нас, розничных инвесторов, не имеют ни малейшего представления об этом. Но угадай, кто имеет? Конечно же разработчики. Эти люди действительно понимают криптопротоколы изнутри и снаружи. И было бы полезно посмотреть, какие протоколы привлекают разработчиков, а какие на самом деле их теряют и вообще не имеют разработчиков. Есть отличный сайт, где если мы прокрутим страницу вниз, мы сможем увидеть протоколы, в которых разработчики наиболее активные. Какие имена бросаются сразу? На первом месте эфириум. Почти 1900 круглосуточных активных разработчиков. Это в три раза больше, чем у Полка Дот, который занимает второе место. У него 621 разработчик. Космос. В DeFi мы его не заметили, но здесь он занимает третье место. 463 штатных разработчика. Биткоин и Солана занимают четвертое и пятое место. Далее идут Полигон, Кусама, Старкнет, Бинби, Кардана, Аваланч, Интернет Компьютер, Оптимизм, Арбитрум, Осмосис и Ниар. После которых уже идут проекты, у которых меньше 100 разработчиков. Более того, здесь даже есть проект с нулем разработчиков. Очевидно же, что чем больше разработчиков, тем лучше. Далее нам нужно взглянуть на криптопроекты, которые действительно используются в децентрализованных приложениях или децентрализованными приложениями. Отсортируем список по количеству приложений за последние 30 дней. Это очень полезная информация о том, сколько приложений используется протоколом. И на этот раз BNB Chain, Binance занимает первое место. Они используют более 5000 приложений. Эфириум на втором месте, более 4000 приложений. Затем Полигон, Трон и неожиданно Иос, почти 600 приложений. Далее Аваланч, Фантом, Арбитрум и Вакс. Так выглядит топ-10 по количеству приложений. Но давай отсортируем по количеству транзакций в децентрализованных приложениях. И здесь доминирует Солана. По долларовому объему приложений лидером является Эфириум. Это очень полезная информация, ведь чем больше децентрализованных приложений и чем более они активны, тем более сильный сетевой эффект они создают для криптовалют, в которых они работают. Далее мы посмотрим реальных клиентов. Очевидно, что протоколы, у которых действительно есть клиенты, по определению имеют большую ценность. Отсортируем список по количеству активных ежедневных пользователей. И здесь лидирует Трон, у которого практически 1,7 миллиона ежедневных активных пользователей. Далее идут BNB Chain, Bitcoin, Polygon, Эфириум, Арбитрум, Солана, Села, Ронин, Панкейксвап, Старкнет, Юнисвап. После которого идут проекты уже с менее чем 100 тысяч пользователей в день. И снова можно заметить, что практически одни и те же имена встречаются в лидерах. И наконец последнее, но оттого не менее важное. 16 ноября 2023 года JP Morgan сообщил о планах протестировать токенизацию портфелей на Avalanche. Таким образом, команда Avalanche смогла наладить партнерские отношения с одним из крупнейших и наиболее влиятельных банков, которые когда-либо существовали. Это очень-очень важно. И это одна из причин, по которым я обратил внимание на Avalanche. Из других недавних событий мы видели, что Солана заключила партнерство с Визой. Это очень хорошо для Соланы. Также за последние пару лет и Polygon проделал невероятную работу. Посмотри на некоторые бренды, с которыми он сотрудничает. Facebook, Adobe, Starbucks, Adidas, Instagram, Mercedes-Benz и так далее. Так что это очень здорово для Polygon. И я мог бы провести следующий час, перечисляя партнерские отношения крупнейших брендов с различными протоколами. Но очевидно, тебе придется пойти и провести собственное расследование насчет своего альткоина. В конце концов, ты должен быть уверен, что выбранная тобой криптовалюта способна наладить партнерские отношения с остальным миром. Например, с миром традиционных финансов. Итак, используя все эти критерии, которые я озвучил, получился вот такой портфель из топ-5 альткоинов, которые, возможно, стоит держать перед новым буллраном 2024-2025. Речь идет не о краткосрочных спекуляциях, а о действительно долгосрочном холде. И первое, что ты можешь заметить, что в нем нет биткоина. Во-первых, физический спотовый биткоин и так нужно держать всегда. А во-вторых, этот портфель основан на идее, что в 2021 году, когда рынок взрывался, альткоины давали совершенно другие иксы по сравнению с биткоином. Но в то же время, по мере достижения исторических пиков альткоинов, мы могли использовать их как раз-таки для накопления биткоина. Самая крупная позиция в подобном портфеле – это эфириум, потому что по всем критериям, которые мы обсудили в этом видео, он доминирует. Оптимизм – это решение второго уровня на эфириуме. Он также часто всплывает при анализе всех критериев, о которых мы говорили. Также Coinbase выбрал Оптимизм. У Coinbase, очевидно, одна из самых осведомленных команд в этом бизнесе. И когда они запускали свой блокчейн Бейс, они из всех существующих протоколов почему-то выбрали именно Оптимизм для помощи в этом. Бейс работает в сотрудничестве с Оптимизмом. И еще, как я уже говорил, рыночная капитализация Оптимизма – полтора миллиарда долларов. А значит, 10 иксов и даже 20 иксов на Булране выглядят вполне возможной целью. Далее идет Coinbase. Он не является криптовалютой, а всего лишь акцией криптовалютной компании. Но я рассматриваю ее как криптовалюту, потому что если крипта пойдет вверх, то и Coinbase пойдет вверх. А если крипта обвалится, Coinbase будет падать. Все это связано. Что еще интересно, это то, что в Великобритании акции Coinbase можно добавить в так называемый ISA – индивидуальный сберегательный счет. Это значит, что вся возможная прибыль будет освобождена от уплаты налогов. И в принципе, также можно сказать про акции микростратегии и даже биткоин-майнеров. Как я писал у себя в новостном телеграм-канале, медвежий рынок оказался жестоким для биткоин-майнеров, но 2023 год стал годом восстановления. Например, майнинг-компания Marathon. Ее акции упали на 95% во время медвежьего рынка. Но значительное снижение также означает большую возможность для восстановления. С начала года акции этого биткоин-майнера выросли примерно на 220%. За это же время, например, биткоин вырос на 125%. Если следующий бычий рынок будет таким же, как и предыдущий, существует большой потенциал роста для инвестиций в майнинг-компании. Если только этому не помешает какой-нибудь черный лебедь, например, неодобренный спотовый биткоин ETF или что-нибудь еще. Далее в портфеле остаются Solana и Avalanche. И про то и про то мы уже говорили, но, например, при рыночной стоимости в 8 миллиардов долларов Avalanche может вырасти в 3 раза, чтобы достичь такого же размера, как Solana сегодня. И, очевидно, партнерство с такими людьми, как JP Morgan, является огромным преимуществом Avalanche. Теперь давай подведем итоги. Это было исчерпывающее руководство о том, почему рыночная капитализация важнее цены. Чего не стоит делать при поиске альткоинов и о критериях, которые я использую, чтобы найти наиболее перспективные и устойчивые монеты для долгосрочных инвестиций, и при этом свести риски к минимуму? Критерии – это вопросы, которые ты должен себе задавать, изучая тот или иной криптовалютный проект. Первый вопрос. Хорошо ли он сейчас зарекомендовал себя в DeFi? Второй. Привлек ли он разработчиков? Третье. Разрабатывают ли они достаточно много приложений и насколько они активны? Четвертое. Привлек ли он много реальных пользователей? И пятое, наконец. Удалось ли команде создать хорошие партнерские отношения с крупными брендами, банками и так далее? И в завершение я хочу сказать, что удовлетворение проектом всех этих критериев не означает, что он не может исчезнуть по какой-либо причине в будущем. Но это просто дает нам наилучший шанс найти победителя и минимизировать риски по максимуму. И я уверен, что найдутся победители, которые не были рассмотрены в этом видео. Например, Chainlink. Он не соответствует этим критериям и все равно может стать очень успешным. И поэтому очевидно, что добавление некоторых твоих собственных специализированных знаний в эти критерии тоже будет полезно. Ты можешь делать это в комментариях под видео. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди и мы с тобой увидимся совсем скоро в новых видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok